В эфире программа Дороги к Свободе в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Представитель Европейского совета Шарль Мишель в рамках визита в Литву встретился 7 июля в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а днём ранее с лидером белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Офис Тихановской, между тем, получил дипломатический статус в Литве. В Вильнюсе также состоялась международная конференция по вопросам реформ в Украине. В литовской столице Зеленский, в частности, заявил, что процесс сближения Украины и Европейского союза должен быть двусторонним. Как дальше будут развиваться отношения Брюсселя с Киевом и Минском и на каких реформах в Украине настаивает Запад? Ответ на эти и другие вопросы мы будем искать нашими гостями. В студии Сергей Солодкий, украинский эксперт по международным отношениям, первый заместитель директора центра «Новая Европа». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу из Вильнюса Александр Кушнарь, российский журналист, главный редактор издания «Ньюсейдер». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Виталий. Но прежде чем мы начнем разговор с сюжета прошедших в Вильнюсе переговорах и международной конференции по вопросам реформ в Украине. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в рамках визита в Литву 6 июля встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции, бывшим кандидатом на пост президента Республики Беларусь Светланой Тихановской. Ее офис накануне получил дипломатический статус в Литве. Как отмечает лидер оппозиции, отныне белорусский народ имеет официальное представительство в странах Евросоюза. Получение дипломатического статуса в Литве белорусская оппозиция называет новым этапом делегитимизации режима Александра Лукашенко, который продолжает расправляться со своими оппонентами и разрывает отношения со странами Запада. В то время, когда Тихановская встречалась с главой Евросовета, Лукашенко на совещании с членами правительства в белорусской столице заявил о приостановке сотрудничества с ЕС в сфере миграции. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и туда, ниже Африки. Если кто-то так думает, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Количество мигрантов и беженцев, пытающихся незаконно попасть в ЕС через белорусскую границу с Литвой, в последнее время существенно увеличилось. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил в этом лично Александра Лукашенко. В Брюсселе убеждены, что Лукашенко таким образом мстит Западу за новые санкции против Беларуси, которые были введены после принудительной посадки в Минске 23 мая следовавшего из Афины в Вильнюс самолета Ryanair и ареста находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Шарль Мишель пообещал Литве помощь ЕС в охране границы с Белоруссией. Между тем, председатель Евросовета также встретился в Вильнюсе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Киевом и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна. В Вильнюсе состоялась и четвертая международная конференция по вопросам реформ в Украине. Выступая на совместном брифинге с президентом Литвы Гитонасом Науседой, Зеленский заявил, что обретение Украины полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО – это в первую очередь геополитическое решение и только потом вопрос реформ. Я думаю, что сегодня, и я этим горжусь, мы проводим реформ больше, чем какая-либо другая страна. Поэтому я считаю, что вопрос членства Украины в ЕС и НАТО лишь частично связан с реформами, а преимущественно это вопрос политический, вопрос геополитический. Украинские власти обсуждают с Брюсселем и обновление некоторых положений действующего соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По словам Зеленского, сближение Украины и ЕС должно быть двухсторонним. Вместе с тем, западные политики продолжают напоминать Киеву о необходимости выполнения своих обещаний, включая усиление борьбы с коррупцией, проведение судебной реформы и реформы Службы безопасности Украины. В видеообращении к участникам международной конференции в Вильнюсе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет до 40 миллиардов долларов, а это примерно 30 процентов украинского волового внутреннего продукта. И вот, Сергей, на самом деле это действительно очень интересно, когда Европейский Союз использовал, можно сказать, празднование независимости Литовской Республики, годовщины, празднования независимости, для такой вот широкомасштабной конференции по украинским реформам и для проявления такого очевидного интереса к белорусским делам. Это можно сказать, что в Евросоюзе сейчас стали с большим вниманием смотреть на Восток? В Евросоюзе? Да. Естественно, Восток Европы имеет огромнейшее значение, и тут важно отметить две линии Евросоюза как самой организации, которая с опасением наблюдает за теми событиями, которые происходят в связи с российской агрессией, и с усилением российского влияния на события в Беларуси, с возможной новой агрессией в отношении соседних государств. Опять же, то, что мы наблюдали в марте этого года, когда были дислоцированные войска России у границ с Украиной. А с другой стороны, есть персональная линия, и Шарль Мишель в последние месяцы показывал, что ему именно регион Восточной Европы очень близок. Он, как вы, наверное, заметили, принимал важную роль в урегулировании кризиса в Грузии. Он частый гость, в принципе, на Востоке Европы. И в Вильнюсе это такой символический был, можно сказать, визит, где, с одной стороны, он демонстрировал свое уважение к той политике, важной, которую проводит Вильнюс в регионе Восточной Европы. С другой стороны, это была поддержка Литвы на фоне агрессивной политики и России, и Белоруссии. То, что мы наблюдали в последние недели. И с другой, с третьей стороны, мы видели, что это также, с его стороны, поддержка демократических преобразований в регионе. Его участие в конференции по реформам в Украине как раз было ярким свидетельством такой поддержки. И на этом фоне, естественно, важно отметить его встречу с Тихановской. Опять же, таким образом, Брюссель, лично Шарль Мишель показывал важность ценности демократии для Европейского Союза, для внешней политики Европейского Союза. Александр, ну вот между тем, хотелось бы спросить, а на что реально тогда Евросоюз может повлиять? Ну вот Шарль Мишель действительно встречается с госпожой Тихановской. И в Вильнюсе говорят, что ее офис будет иметь дипломатический статус. Но режим Лукашенко сам по себе только усиливается сейчас. Я же не говорю, что и сам усиливается, и репрессии усиливает. И европейцы тут ничего не могут сделать, какие санкции они не вводят против этого режима. С другой стороны, вот мы слышали тоже очень серьезные какие-то вопросы, советы, скажем так, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но эти, опять-таки, советы не всегда выполняются. К ним прислушиваются, их с энтузиазмом воспринимают. Но сказать, что Киев готов к имплементации, вот результатов этих предложений, я бы тоже не мог. Я думаю, что первое, что делает Евросоюз и в том числе литовские власти, это, конечно, демонстрирует символическую поддержку Киеву и белорусской оппозиции, точнее говоря, белорусскому народу. Потому что практически сейчас весь народ в оппозиции к администрации Лукашенко. И сам факт вот таких символических действий, на самом деле, крайне важен. Потому что за символами, за словами, за тем следуют и действия. Тем более, что если посмотреть на действия, опять же, Евросоюза, то он демонстрирует, что готов на практике поддерживать, собственно говоря, демократические процессы в Украине и Белоруссии. По Белоруссии это, в первую очередь, конечно, серьезное санкционное давление на режим Лукашенко. Понятное дело, что режим Лукашенко не самостоятельный и крайне зависит от режима Путина. Но, тем не менее, это все равно очень важное давление. Это доказательство того, что европейские власти на деле готовы каким-то образом содействовать тому, чтобы режим Лукашенко ослаблялся. С другой стороны, мы видим, что литовские власти, опять же, открывают границы для беженцев из Белоруссии. И это тоже очень важный жест, не только с символической, но и с практической точки зрения. Потому что, по сути дела, литовские власти спасают конкретные человеческие жизни. Спасибо, Александр. Но, Сергей, на самом деле, это хороший вопрос о свете в конце туннеля. Потому что в Вильнюсе, по большому счету, весь этот энтузиазм Владимира Зеленского его как бы вот так вот притормаживали. И что касается НАТО, и что касается Европейского Союза. Иногда притормаживали открытым текстом. Вот как, например, Патурай говорил, что нужна политическая воля, а не только то, чтобы выполнить все требования. И господин Блинкен просто вот по пунктам говорил о том, какие нужны реформы провести вообще, чтобы в принципе соответственность каким-то стандартам западным. Вот эти требования и эти вот констатации таких очевидных вещей, что не все так быстро и не все так скоро, и вы можете требовать, но эти требования ни к чему не приведут в реальной жизни. Они не охлаждают, скажем так, отношения между Брюсселем и Киевом, между Вашингтонами и Киевом, и не создают какую-то разочарованность в украинском обществе. Я не впервые украинцам слышать охлаждающее заявление со стороны партнеров в США или в Европейском Союзе. Я такие заявления слышал уже десятки за последние лет 20, но дело не во мне, а в обществе. И как наш центр регулярно проводит опросы в украинском обществе, мы спрашивали, как Вы полагаете, стоит ли Украине внедрять реформы, связанные с Европейским Союзом, с евроинтеграцией, есть ли не будут перспективы членства в Евросоюзе? Большинство украинцев отвечали, нужно проводить реформы, даже если не будут перспективы. То есть украинское общество достаточно зрелое, чтобы понимать, что реформы нужны нам самим. Европейский Союз может помочь, может стоять в стороне, но украинцы должны делать реформы для себя. То, что мы слышали в Вильнюсе, на самом деле, да, с одной стороны, мы слышали о неготовности партнеров принять нас в свои ряды, но в то же время мы не слышали заявления о том, что перед Украиной двери закрыты навсегда. И очень хорошо, что мы видим вот эти дискуссии, дискуссии между друзьями, между партнерами, когда мы слышим об ожиданиях со стороны Вашингтона, со стороны Брюсселя, об ожиданиях, связанных, с обещаниями лично Зеленского, то, что касается судебной реформы, то, что касается борьбы с коррупцией. Это все вещи, которые Зеленский сам обещал во время избирательной кампании, то, о чем он постоянно говорит с высоких трибун до сих пор. Поэтому это, скажем так, даже не требования со стороны США или Евросоюза, это такие дружественные напоминания. Вы же сами это обещали, вы же сами об этом говорите, мы хотим увидеть, что вы серьезно относитесь к своим обещаниям. Поэтому, я думаю, будет очень хорошо, если нынешние дискуссии увенчаются выполненными обещаниями. И если это произойдет, то можно будет поблагодарить и Вашингтон, и Брюссель за их настойчивость, за старания украинских властей. И потом можно перейти к новому этапу, к этапу, чтобы говорить о реальном свете в конце этого туннеля, о перспективе членства. Хотя ничто нам не мешает об этом говорить и сегодня в рамках дискуссии. И украинские дипломаты в этом плане абсолютно правы, когда говорят, что если мы остро подняли вопрос о членстве в НАТО впервые за 13 лет, после того, как НАТО пообещало членство Украины и Грузии в Бухаресте на саммите в 2008 году, то ничего там плохого нет. Мы, друзья, мы, партнеры, можем открыто говорить, мы должны друг друга слышать, слышать ожидания друг от друга, чтобы потом переходить на новый этап в отношениях. То, что невозможно сегодня, будет вполне возможно завтра. Но для этого надо и разговор, и соответствующие усилия. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости. Эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий и журналист Александр Кушналь. Мы обсуждаем перспективы отношений Евросоюза с Белоруссией и Украиной. Александр, вот вопрос, как говорится, который всегда возникает, когда говоришь о постсоветском пространстве. Это тень России и реакция России. Вот насколько для Москвы важно, что в Европейском Союзе есть страны, которые уже готовы признать дипломатический статус офиса госпожи Тихановской? И то, что Европейский Союз проводит специальные конференции по Украине? Или в России, как вы считаете, Путинской России просто хотят все это переждать? Я думаю, что для путинского режима то, что делает Европейский Союз, признавая Тихановскую фактически правительством в изгнании, это, конечно, очень важный показатель того, что Европейский Союз на самом деле при всем том, что он не желает какие-то радикальные действия совершать, он все-таки реально ориентирован на долгосрочную поддержку именно демократических правительств, демократических начинаний и векторов на постсоветском пространстве. А у Кремля ровно противоположная цель. Сделать так, чтобы постсоветское пространство целиком оставалось в ведении Кремля, чтобы постсоветское пространство сохраняло свой статус такой вот большой деревни, вассала Москвы. И, соответственно, то, что сейчас мы видим, дипломатический статус, выданный офису Тихановской, это фактически прямая, хотя и осторожная дипломатическая конфронтация с Москвой и в Кремле ровно так это и понимают, понимают это как, собственно, продолжение борьбы демократии против автократии, как об этом говорил Джо Байден, когда вступил в свою должность. Для Путина Беларусь это, так сказать, последний фронт борьбы, что называется. То есть если он теряет Беларусь, в смысле, если она становится демократичной, то таким образом Владимиру Путину уже не к чему апеллировать, заявляя об имперских амбициях. Вот поэтому Путин, конечно, так держится за Лукашенко и поэтому он никак не отреагировал на посадку Бабарика на 14 лет, потому что если бы Кремль даже и поддержал Бабарика, то как бы это выглядело, что народ Беларусь и вообще, в принципе, народ может свергать диктатор, так это получается. Естественно, Путин, всем нам понятно, не может такого допустить и поэтому он будет поддерживать Лукашенко. Ну а тот факт, что существует Тихановская, это, конечно, огромная кость в горле для Владимира Путина. Ну вот, кстати говоря, Сергей, как раз сейчас стало известно о том, что Украина готова к новым санкциям против Беларуси. Эти санкции обещали еще с того момента, когда Евросоюз завел санкции против Беларуси. Вот в чем тут причина? То, что ухудшается отношения, то, что были эти встречи в Вильнюсе, или может быть, действительно уже все доходит до какой-то черты, потому что действительно тот же лидер, один из лидеров белорусской оппозиции Виктор Баварик, действительно, получил 14 лет лишения свободы по совершенно, так сказать, сфабрикованному делу, как мы это прекрасно понимаем. Вот в чем причина этой киевской активности сейчас на белорусском направлении? Главная причина, наверное, состоит в том, что Украина стремится Европейский Союз и Украина обязана следовать определенным принципам, ценностям, соблюдать их и во внешней политике. Соответственно, если Европейский Союз занимает жесткую позицию в отношении Беларуси, это часть, принципиальная часть внешней политики Брюсселя, то Украина, координирующая свою внешнеполитическую деятельность, должна, как минимум, обращать внимание на подобные принципиальные вещи. Должна, но долго была осторожной. Но даже и воплощать. Осторожность связана, наверное, с тем, и мы видели очень слабую, медленную реакцию Украины, официального Киева на протесты в Минске в прошлом году. Совершенно правильно. Я так полагаю, что украинские власти пытались путем диалога или путем выжидательной позиции посмотреть, как все будет развиваться, добиться каких-то своих выгод, потому что мы понимаем, опять же, на фоне протестов в Минске украинская сторона стремилась добиться выдачи вагнеровцев, которые принимали участие на Донбассе. Президент Зеленский безуспешно вел соответствующие переговоры с Лукашенко, как мы помним, опять же. Возможно, с этим была связана задержка, замедление в жесткой позиции Украины, но потом мы увидели по крайней мере официальную довольно жесткую позицию Киева. Замедление, медленность сейчас реакции по санкциям может быть связано с экономическими какими-то вещами, с торговлей. Это никто не скрывает, и в Украине об этом говорят, о зависимости от поставок нефти, в частности. Но сейчас мы слышим уже более и более твердые заявления, что удастся найти альтернативные источники. Опять же, совершенно правильно, что это очень замедленная реакция, насколько я понимаю. сейчас мы присоединяемся к тому пакету санкций Европейского союза, которые в ЕС были приняты еще в конце прошлого года, в то время, как ЕС уже пошел дальше и усилил санкционную политику в связи с накиданием и ужесточением ситуации в Беларуси. Будем надеяться, что украинская дипломатия все-таки будет более динамичной в подобных вещах, принципиальных вещах, ценностных вещах. Но, опять же, украинской дипломатии не привыкать, и мы очень часто могли слышать из уст украинского главы внешнеполитического ведомства, который говорил, что, чтобы соблюдать ценности внешней политики, нужно иметь соответствующий экономический вес и какие-то тылы экономические, чтобы были защищены. Дескать, ценностная политика, ценностная внешняя политика дорого стоит. И Украина это проверила на себе еще в 2005 году, если вы помните после оранжевой революции, когда Ющенко и Джордж Буш пытались бороться с диктатурами, авторитарными режимами на Кубе и Беларуси. Чем это закончилось? Огромным скандалом и соответствующим отступлением, поползновением во внешней политике Украины. И на долгие годы дипломатия Украины отказалась от этой составляющей ценности внешней политики. Я так полагаю, что ведутся эти дискуссии, болезненные решения для украинской дипломатии, но все же они принимаются. Несмотря на ущерб, несмотря на какие-то интересы, Украина преследует политику ценностей внешней политики согласно и совместно с Европейским Союзом. Сергей, вот о разочарованиях. Мы опять-таки должны понять, насколько не разочаровываются украинцы и белорусы западной поддержки. Вот это касается и того, что белорусы видят, что Запад может символически санкции вводить, но по большому счету ничего с решением Лукашенко сделать не может. А украинцам говорят, вы знаете, вот еще побудьте в прихожей Европейского Союза, пока мы там примем страны западных, Балкан пока то, пока сё. И с Сената тоже непонятно, что мы должны сделать, чтобы вступить, говорят украинские руководители, потому что нам в результате говорят, вы знаете, вы все сделаете, а политические решения могут быть не в вашу пользу. Как вот в таких обществах, где люди хотят перемен, а Запад не готов до конца этими, с этими переменами, так сказать, спешить действовать? Мне кажется, что Европейский Союз, Запад в целом, когда пытается поддержать молодые демократии, он действует по принципу «не навреди». И это наблюдали украинцы во время своих революций, во время пыток реформировать свои страны, когда гражданское общество вот в Украине хотело бы больше видеть участие Европейского Союза США в жизни Украины, наши вопросы тоже показывают, что украинцы, когда мы спрашивали, на какую помощь вы больше всего ожидаете со стороны Европейского Союза, и украинцы выбирали ответ, мы хотели бы, чтобы Европейский Союз сдавил больше на украинские власти. Денег не надо, потому что они разворуют, пускай давят посильнее. И в Европейском Союзе, с другой стороны, политика неумешательства и политика, которая называется по-английски словом оунишип, что они постоянно говорят о том, что реформы, преобразования, это дело рук самих граждан страны в Украине, в Беларуси. Дело рук самих утопающих. Можно так сказать, оунишип это собственность, ваша история в ваших руках, это ваша собственность. Януковича свергали не европейские, не жители Европейского Союза, а украинцы. Мы видели, что дипломатия не стояла в стороне, она поддерживала практически украинское женское общество, но не принимала в этом участие. Мы видим, что европейская дипломатия сегодня поддерживает белорусское гражданское общество, граждан Беларуси поддерживает, поддерживает Тихановскую, но не может вместо белорусов принимать участие в акциях по демократизации страны. Это должны сделать сами белорусы. То, что делали украинцы дважды в своей истории, то, что предстоит сделать рано или поздно белорусам. Европейский Союз, нам всегда будет казаться, помощи ЕС и США мало. Всегда. Какая бы она ни оказывалась. Мы должны понимать, что даже вот та минимальная помощь иногда дается с трудом тоже для Европейского Союза. Потому что граждан Франции, Германии, Польши, прежде всего, к сожалению, не беспокоят свои дела. И кто имеет возможность общаться с жителями других стран Европейского Союза, может узнать, насколько далеко для них проблемы Украины или Белоруссии, или даже России. Поэтому надо оценить даже тот уровень поддержки и тот уровень помощи, который мы сегодня наблюдаем. А то, что я вижу и наблюдаю, это солидная помощь. Я помню времена, когда отношения Украины и Евросоюза, грубо говоря, были на паузе. И политические, и по диалогу с гражданским обществом, уже не говоря о том, чтобы поддерживались активно реформы преобразования в стране, в том числе и через финансы, через инвестиции. Спасибо, Сергей. Пожелаем удачи всем, кто хочет перемен. Сегодня мы говорили с экспертом по международным отношениям, первым заместителем директора Центра Новой Европы Сергеем Солодким и российским журналистом, главным редактором издания «Ньюсейдер» Александром Кашналем. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok